Функциональные характеристики случайных величин. Начнем с производящей функции. Определение. Целочисленной случайной величиной называют дискретную случайную величину кси, принимающую только целые неотрицательные значения. Ее закон распределения вероятности имеет вид, вы видите его в табличке распределения. Естественно, должно выполняться свойство нормировки суммы вероятности равна единице. Определение. Производящей функции, целочисленной св, называется функцией, которая обозначается φ с индексом кси от s, равна нам от ожидания от s в степени кси. И считаем мы ее по формуле. Сумма по k от нуля до бесконечности s в степени к умножить на pk. И дальше нам важно понимать, что ряд 1 сходится абсолютно и равномерно в единичном круге. Поэтому производящая функция определена, по крайней мере, для s по модулю меньше либо равных единице. И заведомо аналитично в открытом круге, то есть s по модулю меньше единиц. Вам достаточно запомнить, что φ кси от s равна мотожиданию от s в степени кси. А продолжение вы уже можете записать. Величина дискретная, поэтому мотожидание считается как сумма по k. И что мы суммируем? Мы ищем не мотожидание кси, а функции от кси. Какая у нас функция? s в степени кси. Поэтому суммируем мы s в степени значения. Мы писали хк, теперь мы пишем просто k, потому что значения целочисленные. s в степени k и на pk. Свойства. При s по модулю меньше либо равном единице выполняется. Функция фикси от s по модулю тоже ограничена единицей. Причем фикси от единицы равна единице. Второе свойство. Производящая функция является законом распределения. Вероятности pn степенного ряда 1 однозначно находится, видите формулу, каким образом, по производящей функции. Значит, однозначно находится по производящей функции. Следовательно, по фикси от s однозначно восстанавливается таблица распределения s в кси. Третье свойство. Если s в, кси 1, кси 2 и т.д. кси n независимые целочисленные s в, то производящая функция суммы равна произведению отдельных производящих функций. Это свойство называется мультипликативное свойство производящей функции. И четвертое свойство. В четвертом свойстве вы видите, что, в принципе, матожидание и дисперсия могут быть легко рассчитаны с помощью производящей функции. Первая задача. Найти производящую функцию. А. Геометрического распределения. Б. Бинамиального распределения. В. Распределения по сонам. Начинаем выполнять пункт А. Будем искать производящую функцию геометрического распределения. Пусть s в кси имеет геометрическое распределение. В этом случае у нас вероятности ПК определяются как П умножить на Q в степени К-1. И значения случайной величины К могут меняться от единицы и так далее. П. Это вероятность успеха в одном испытании. И вспомним, что в данном случае с в кси имеет смысл номера первого успешного испытания по схеме Бернолли с вероятностью успеха П маленькая. То есть ПК определяет вероятность того, что испытание с номером К является первым успешным испытанием. Вот до него К-1 испытаний были неудачные и КТ удачные. Ищем производящую функцию. Фи и кси от s равна. Запишем формулу. Сумма по К. У нас К меняется от единицы до бесконечности. Потом идет с в степени К на ПК. У нас тоже будет с в степени К, потому что значения у нас целочисленные. 1, 2, только К у нас начинается в сумме от единицы. Поэтому с в степени К. Ну и по К переписываем. То есть это будет П на К в степени К-1. Теперь нам нужно собрать эту сумму. Что делаем? Выносим за знак суммы П, С. Тогда получаем сумму по К от единицы до бесконечности. И у нас получится С в степени К-1. И мы видим К в степени К-1. Поэтому мы можем записать С, К в степени К-1. Сумма у нас начинается от единички. Давайте сделаем так. Сумма по К от нуля до бесконечности. И тогда у нас С, К будет не в степени К-1, а в степени К. П, С остается. Что делаем с суммой? С у нас по модулю не превышает единицу. Кю — это вероятность, она тоже не превышает единицу. Поэтому С, Кю у нас меньше единицы. И мы имеем С, Кю в степени К. То есть мы имеем бесконечную убывающую геометрическую прогрессию со знаменателем С, Кю. И первый член у нас, когда К равно нулю, равен единице. Поэтому сумма этой прогрессии — это будет 1 поделить на 1 минус знаменатель прогрессии — это С, Кю. Поэтому в итоге мы получаем П, С поделить на 1 минус С, Кю. Ну, еще в принципе, Кю можно заменить через единицу минус П и написать так. П, С на 1 минус С. А мы помним, что Кю — это есть 1 минус П. Тогда у нас только один параметр П. Пункт В. Биномиальное распределение. Биномиальное распределение принимает значение К от 0 до М. Диавен — это число всех проводимых испытаний. с вероятностью П, К, которая определяется по формуле Бернолли. То есть С из Н по К. П маленькая. П маленькая — это вероятность успеха в каждом испытании. В степени К. И на Кю в степени Н минус К. ищем производящую функцию. Фиксиотез равна сумма по К у нас от 0 до Н. величина целочисленная, но число значений конечное до Н. Дальше. С в степени тоже К. Значения у нас К, равные 0,1,2 и так далее, Н. Ну и умножаем на ПК. ЦСНПК, по К, П в степени К на Кю в степени Н минус К. Сгруппируем немножко выражение, стоящее под суммой. ЦСНПК поставим на первое место. Потом СП у нас в одинаковой степени К, поэтому объединим СП в степени К. И Кю у нас в степени Н минус К. Дальше вспомним формулу для бинома Ньютона. Значит, формула бинома Ньютона. Так, надо бы ее от Сюрия записать красненьким. Ну и формула выглядит так. А плюс Б в степени Н это есть сумма по К от нуля до Н С из Н по К А в степени Н минус К Б в степени К. Поэтому наша сумма это есть вместо А у нас Кю плюс вместо Б у нас СП и все это в степени Н. Делаем пункт В распределение по СОНО. Так, вероятности ПК распределения по СОНО определяются лямбда в степени К поделить на К бактериал умножить на Е в степени минус лямбда. И случайная величина распределенная по закону ПУАСОНО принимает значение К 0 1 2 и так далее. Ищем производящую функцию. Сумма по К от 0 до бесконечности счетное число. Так, величина у нас опять целочисленная, поэтому имеем С в степени К ну и переписываем по К. Е в степени минус лямбда выношу за знак суммы и тогда у меня суммируется так, С и лямбда в одной и той же степени К, поэтому объединю их с лямбда в степени К и поделить на К фактори А. Теперь вспомним, как выглядит разложение в ряд Е в степени Х. Это есть сумма по К от нуля до бесконечности Х в степени К поделить на К фактори А. Тогда наша сумма представляет собой, что Е в степени С лямбда так, ну и сгруппируем все таким образом Е в степени С лямбда минус лямбда или Е в степени лямбда в скобочках С минус 1. Найти распределение, которым соответствуют следующие производящие функции. Фикси от С равна 1 четвертой 1 плюс С в квадрате. Когда мы с вами рассматривали свойства производящей функции, мы сказали, что производящую функцию можно считать законом распределения. То есть по производящей функции однозначно восстанавливаются значения случайной величины и их вероятности. То есть мы можем восстановить таблицу распределения. Давайте восстановим по этой производящей функции таблицу распределения. Для этого можно еще раз вспомнить и перед глазами, чтобы было записать сумму, с помощью которой считается производящая функция. Или если k равно нулю, то мы имеем с вами b с нуликом. k равно единице мы имеем s p1 k равно 2 мы имеем s квадрат p2 k равно 3 мы имеем s в кубе p3 и так далее. Давайте нашу производящую функцию прослушаем по степеням s. То есть что сделаем? Возведем скубочку в квадрат и умножим каждое слагаемое на 1 четвертую. Получим 1 четвертая плюс 1 вторая s плюс 1 четвертая s квадрат. Теперь где искать значение случайной величины? Значение случайной величины мы ищем в показателе степени s. s у нас в какой степени есть? В нулевой в первой и в квадрате. Поэтому случайная величина у нас может принимать значение 0 1 или 2. С какими вероятностями? Смотрим вот вероятности это то, что стоит при s в степени, то есть s умножается на p1. При s у нас стоит 1,2 значит 1,2 это p1. s квадрата у нас умножается на 1,4 поэтому 1,4 это p2. s в нулевой у нас умножено на 1,4 поэтому вероятность нуля у нас 1,4. мы нашли закон распределения s в x делаем пункт b fx от s равна e в степени лямбда на s минус 1 мы уже можем в принципе догадаться какое это распределение ну давайте решим задачу в обратную сторону расписываем это как e в степени минус лямбда на e в степени лямбда s e в степени минус лямбда у нас по степеням s никак не разложится а вот e в степени лямбда s мы можем разложить в ряд каким образом это будет сумма по k от нуля до бесконечности и показатель степени это у нас лямбда s в степени k поделить на k фактори и поднесем подсуму e в степени минус лямбда и сгруппируем все таким образом s в степени k отдельно но потом чтобы выделялось pk это у нас будет лямбда в степени k поделить на k факториал и на e в степени минус лямбда очевидно что вот это есть pk поэтому pk у нас есть лямбда в степени k так я описалась на k факториал и на e в степени минус лямбда а значение случайной величины у нас меняется 0 1 2 и так далее и мы видим что это распределение по сону и сделаем пункт v вспомним как раскладывается в ряд lm 1 минус s можно найти в любом справочнике это будет минус s минус s квадрат на 2 минус s в кубе на 3 минус и так далее минус s в степени n поделить на n минус и так далее и s принадлежит запишем ее таким образом 1 плюс теперь дробь 1 минус s поделить на s запишем так 1 поделим на s минус s поделить на s 1 вот таким образом ну а дальше переписываем как раскладывается ln 1 минус s в ряд 1 2 1 2 2 2 6 7 1 2 2 3 2 3 3 4 4 5 6 5 5 5 5 4 5 5 5 6 7 8 9 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 8 9 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 минус s в кубе на 4, минус и так далее. А теперь уже берем второе слагаемое, минус 1 и умножаем на каждое слагаемое второй скобки. Минус 1 на s даст плюс s плюс s квадрат на 2 плюс s в кубе на 3 плюс и так далее. Плюс s в степени k поделить на k плюс и так далее. Так, 1 и минус 1 взаимоуничтожаются, а дальше мы группируем наши слагаемые парами таким образом. Так, группируем первое слагаемое отсюда с первым слагаемым с плюсом и s выносим за скобочку. Тогда получаем 1 минус 1 вторая в скобочке плюс. Группируем следующее слагаемое с минусом со следующим слагаемым с плюсом и за скобочку выносим s квадрат. Тогда в скобочке имеем 1 вторая минус 1 третья плюс с в кубе. Группируем слагаемое с минусом и слагаемое с плюсом. Получаем 1 третья минус 1 четвертая плюс и так далее. Мы уже видим закономерность s в степени k выносим за скобочку. В скобочке будет 1 поделить на k минус 1 поделить на k плюс 1. Теперь мы видим, что s в какой у нас в степени? 1, 2, 3 и так далее, k и так далее. Поэтому значение нашей s в это 1, 2, 3 и так далее. А вероятность pk мы где ищем? При s в степени k. Вот она наша pk. Подчеркнула. Поэтому можно уже, во-первых, можно еще так записать. Это будет сумма по k от 1 до бесконечности. s в степени k на 1 минус k минус 1 поделить на k плюс 1. Так, можно еще в скобочки навести порядок и записать следующим образом. Сумма по k от 1 до бесконечности. s в степени k на 1 поделить на k, умноженное на k плюс 1. И теперь отсюда мы восстанавливаем закон распределения. Значит, наша s в кси принимает значение k равное 1, 2, 3 и так далее. с вероятностями pk равными 1 поделить на k, умноженное на k плюс 1. Распределение случайной величины кси восстановили. Итак, вы должны усвоить, что производящая функция является законом распределения. То есть, имея производящую функцию, мы можем восстановить закон распределения. Песня регулярные срока. Подписывайтесь на наш канал! Продолжение следует...